Органа местного самоуправления не хватает современных цифровых инструментов. Многие информационные системы работают в одностороннем порядке. Муниципалитеты могут вносить в них данные, а вот получать не могут. Отсутствие статистической информации затрудняет оценку и прогнозирование развития экономики и социальной сферы. Об этом, а также о гарантиях для муниципальных служащих говорили на заседании Совета по местному самоуправлению при Верхней Палате Парламента. Сейчас у нас в студии глава Комитета по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем с вопроса, почему тема повышения качества муниципального управления сейчас актуальна. Ну, сразу хочу сказать, что вчера был проведен Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации под председательством, под руководством Турчака Андрея Анатольевича мы вчера проводили. И почему эта тема, она действительно сегодня очень актуальна. И тон в целом обсуждения и этой темы, и вот по муниципальному сообществу задал наш президент Владимир Владимирович Путин, когда в апреле провел Совет президент по местному самоуправлению. И там были обозначены вот эти темы как основополагающими. И действительно, когда мы сегодня смотрим, на что влияет сегодня управление, ведь сегодня муниципальная власть, мы это говорим всегда, самая близкая к народу. И от того, насколько качественно будет этот уровень власти, зависит и отношение в целом власти, но самое главное, зависит уровень жизни наших граждан. И поэтому эти вопросы были вынесены вчера вот на обсуждение нашего Совета. На заседании вы говорили о том, что нужно инвентаризировать расходные полномочия муниципалитетов. А почему эта работа так важна? Это очень важная работа. Наши коллеги из Государственной Думы провели анализ и выявили порядка тысячи сегодня полномочий, которые осуществляет муниципальное образование. Но мы о чем говорим? О том, что не все полномочия сегодня, во-первых, закреплены в основном в законе. Многие идут актами, нормативными актами, что вносит либо дублирование, либо дополнительную нагрузку. И очень важно, чтобы вот те основные полномочия, которые действительно сегодня определяют работу муниципальных образований, должны быть все профинансированы. Об этом мы вчера говорили. И об этом вчера говорили выступающие наши коллеги на обратной связи. С нами были, допустим, глава Тюмени, мэр Иркутска. То есть вот эти коллеги вчера как раз обратили внимание о том, что сегодня ряд полномочий или часть полномочий, которые есть, либо не четко прописаны, либо они передаются с высшестоящего на уровень муниципальный без соответствующего финансирования. И при этом возникает, соответственно, сразу дисбаланс. То есть полномочия есть, финансирования нет, но при этом эти полномочия записаны или переданы, и начинаются вопросы, а кто их будет делать. Ведь это те полномочия, которые необходимо все равно делать. Это касается всех муниципальных образований. Здесь возникают вопросы сразу же у контрольно-надзорных органов, потому что они спрашивают с муниципалитетов, есть ли полномочия прописаны, почему ты их не исполняешь. И поэтому мы вчера очень внимательно, вот этот вопрос, и я вчера благодарен нашим коллегам из Министерства финансов, Министерства экономического развития. Вчера на обратной связи были заместители министров, и очень подробно мы вчера обсуждали, насколько сегодня важна вот именно эта работа. Ее проводит сегодня и Министерство финансов, и Министерство экономического развития, и эта работа будет продолжаться, потому что мы в конечном итоге, наша задача определить не просто базовый перечень полномочий, но и те полномочия, которые будут закреплены за конкретным уровнем власти, и они должны быть профинансированы. Вот возвращаясь к вопросу о недостатке информации, ведь это же проблема актуальна не только для федерального центра, не только федеральный центр должен знать, что происходит, и какова истинная картина происходящего, но и сами муниципалитеты должны обладать точной статистической информацией, данными. Вот как преодолеть эту сложность? Есть понимание, как решать? Мы обсуждали вчера этот вопрос, и, к сожалению, сегодня такая ситуация, что статистические данные получают муниципалитеты не в полном объеме. Ещё не в полном объеме. Передаются, допустим, данные о крупных предприятиях. Нет информации по мелким и средним предприятиям, по малым и средним предприятиям. Те, которые сегодня необходимы для того, чтобы проанализировать всю работу. И ещё один вопрос мы вчера обсудили. Для нас тоже было несколько непонятно, почему часть данных, которые передаются сегодня, и муниципалитет забирают, они передаются за плату. Мы считаем, что это быть не должно. Это должно быть абсолютно безвозмездно. Это те данные, которые сегодня нужны, потому что мы говорим сегодня, муниципалитеты должны эти данные использовать для своей работы, и в то же время мы в федеральный бюджет забираем деньги вот за эту услугу. За доступ до определенной информации. Конечно, мы считаем, что это необходимо. Мы вчера как раз выходили с нашими коллегами на федеральный уровень и просили их внимательно посмотреть, разобраться в этой ситуации, для того, чтобы принять соответствующее положение. Мы с вами уже неоднократно говорили о проблеме кадров в отрасли и вообще в муниципальном управлении. Какова ситуация сейчас? Решается или нет проблема? Мы очень часто об этом говорим. И вчера этот вопрос был один из ключевых. И на примере города Норильска, когда выступал вчера глава города Норильска, вот это тот успешный опыт, когда они сумели за полтора года, у них в целом 60% произошло обновление команды муниципалитета. Они смогли, но это прежде всего, и глава об этом сказал города честно, откровенно, что это та программа социально-экономического развития и поддержки Норильска, которая была принята по инициативе Совета Федерации лично Валентина Ивановна Матвиенко, вот это дало толчок не только развитию в целом города Норильска в его социальных объектах строительства, но и привлечению молодой команды. Но в целом сегодня опять же мы отмечаем, что необходимо сделать закрепление кадров на муниципальном уровне. Но это необходимо создавать условия, потому что когда мы сегодня смотрим по материальному обеспечению, по техническому обеспечению, назвать их очень хорошими, ну, грубо говоря, не получается. Потому что на самом деле необходимо сегодня пересмотреть этот подход. И пересмотреть подход в том числе и в подготовке кадров. И хорошо, что сегодня вот мы уже еще один документ смотрим, это поручение президента Российской Федерации Владимира Ивановича Путина по итогам проведенного Совета по местному самоправлению. И там есть конкретные предложения сегодня уже, поручения вернее, по созданию школы мэров. Это то, о чем мы говорили на Совете. А второе, это, конечно, социальное обеспечение, социальные гарантии. Потому что сегодня вот у государственных служащих они четко обозначены. Это пенсионное обеспечение и социальная поддержка. И мы уверены, что именно вот четко прописанными полномочиями и гарантиями мы можем сегодня и должны сегодня вот решать проблему кадров. Андрей Анатольевич, вы являетесь и сопредседателем Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления. Как вы видите работу этой ассоциации вот в рамках решения тех вопросов, которые связаны с повышением качества самоуправления? Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления. Мы в этом году проводили стратегические сессии. Вообще, в целом, конечно, это та структура, которая сегодня объединяет все муниципальные муниципалитеты Российской Федерации. И мы проводили муниципальный диалог. Вот на обратной связи у нас были там десятки тысяч человек из всех муниципалитетов. Но самое главное, что более 80 тысяч вопросов и предложений поступило вот по электронным адресам на наш портал. И именно благодаря вот этим предложениям и вопросам мы составляли рейтинг тех проблем, той проблематики и по решению вопросов, которые сегодня существуют в целом муниципальном сообществе. Я хочу сказать, что на нашей площадке вместе с главами муниципалитетов, с участниками принимали участие министры экономического развития, Минстрой и так далее, и так далее. То есть все федеральные структуры, которые сегодня непосредственно работают с муниципалитетами. И вот эта обратная связь, она сегодня сохраняется. И в дальнейшем мы еще раз это все вчера обсудили. Это высказала нам и счетная палата благодарность, потому что мы на нашей площадке в том числе рассматривали и эти вопросы, и Министерство финансов, когда мы говорим в электронном бюджете. Мы вчера еще раз напомнили, что сегодня в электронном бюджете, к сожалению, муниципалитеты могут только в одностороннем порядке дать информацию. Но мы просим, чтобы по этому же каналу электронному мы получали и другие сервисы для того, чтобы работали муниципальные образования. Поэтому эта структура, как я знаю, в Армсу, она сегодня работает. И нам интересно, что сегодня есть живой такой разговор, живой диалог со всем муниципальным сообществом. Я уверен, что вот эта структура, она сегодня работает. Спасибо, Андрей Анатольевич. О развитии местного самоуправления мы говорили в прямом эфире с сенатором Андреем Шевченко.